Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, сейчас с нами на связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Материал начали мы как раз с города Бахмут. Хотелось бы немного подробнее о нем и спросить. Буквально на днях вышла статья на BBC с таким заголовком «Почему Россия-армия так настойчиво стремится взять Бахмут?». Тут объясняется очень многое. В частности, говорится о том, что политическому руководству и средствам пропаганды нужна позитивная информационная картина. Российские войска давно не добивались успехов на Украинском фронте. И череда поражений вызывает уныние и апатию, как на передовой, так и в тылу. Но и взятие Бахмута могло бы поднять боевой дух сторонников продолжения войны. Я процитировал, но на самом деле не только же в этом вопрос. Еще и нужно не забывать, что Бахмут представляет стратегический интерес. В чем он заключается в первую очередь для российских войск? Вы знаете, я просто реально поражаюсь, честно говоря, насколько публикаций посвящено, сколько пытаются разобраться, зачем российские войска, собственно говоря, штурмуют Бахмут. Причина совершенно проста и банальна. Штурмуют, потому что там только и могут штурмовать. По остальным направлениям не могут вести и предпринимать штурмовые действия, поэтому они там не проводятся. Вот это единственная, в принципе, на сегодняшний день причина, которая это объясняет. Могли бы проводить штурмовые действия в других местах или бы в других, были бы кровопролитные сражения и несли бы серьезные потери российские войска по другим местам. На сегодня, наверное, стратегичность населенного пункта Бахмут сводится только к тому, какие потери еще понесут российские войска, которые за несколько месяцев бездумной совершенно операции по штурму Бахмута и соседних населенных пунктах несут огромные потери. Потери колоссальные на самом деле, как в технике, так и в людях, и продолжают это делать. С точки зрения выхода дальнейшего и продвижения через Бахмут на другие населенные пункты, ну да, может быть и важно, но это можно было бы и делать через другие населенные пункты. Было бы желание, было бы правильное военное планирование, разрабатывалась бы правильная стратегия и тому подобное. На сегодняшний день российские войска помоют Бахмут только потому, что они туда более или менее, как они думают, наладили логистику. У них там есть поддержка, они там еще могут наступать, это единственное направление. Вот поэтому они там и продолжают эти наступательные действия. Все, что там объясняют или пытаются найти объяснение, что вода в Донецке, что там логистическое направление, которое ведет в разные точки дальнейшие и так далее, это все понятно. Но на самом деле причина только в том, что это единственное направление, где российская армия еще может, пока что может, вести наступательные действия. Я думаю, что это на самом деле тоже временное явление. Александр, вот мы говорили сегодня о применении авиации регулярно российской армии. Это то, в чем наверняка у них есть хотя бы небольшое тактическое временное, скажем так, преимущество. Но неоднократно западные аналитики, ваши коллеги военные, говорили о том, что эта тактика, которую они применяли в Сирии, как раз использование авиации и вот эти вот бомбардирования как и гражданского населения, так и военных, не срабатывает здесь. Потому что цель была там какая? Сдача. Во-первых, моральная дезориентация полностью, чтобы и местное население давило на свою власть прекратить военные действия и точно так же деморализация украинской армии. Это не срабатывало не вначале, это не срабатывает сейчас. И мы понимаем, что это не сработает ни при каких обстоятельствах. Так зачем они настойчиво продолжают это делать? Какая их сейчас мозгу, скажем так, цель именно этой тактики сирийской? И чем это будет в состоянии наших войск? Ну тактика, понимаете, совершенно абсолютно, мне кажется, невозможно сравнивать Сирию и Украину, потому что совершенно иной характер боевых действий, совершенно иные силы задействованы. И тут сравнения, они только так абсолютно совершенно условные. Потому что в Сирии Россия воевала с оппозиционными повстанческими группами, у которых часто не хватало тяжелого вооружения. А мечтать о средствах противовоздушной обороны они могли только мечтать. Я хочу напомнить, что, в принципе, два случая было зафиксировано, когда у сирийской оппозиции появилось средство противовоздушной обороны системы ОСА, которые они затрофеяли у сирийской армии. Всё. Поэтому это несравнимые величины. У России была подавляющая, скажем так, свобода в воздушном пространстве Сирии, насколько это им позволяли другие игроки. Здесь же, в Украине, Россия не смогла подавить украинские средства противовоздушной обороны. В первую очередь потому, что в первые дни войны были приняты правильные решения, в первые дни полномасштабного вторжения и рассредоточены системы противовоздушной обороны. Также фактически самолёты находились в воздухе, что не дало возможность противнику их уничтожить. И таким образом Украина сохранила костяк противовоздушной обороны. Плюс партнёры, которые пришли на помощь и продолжают наращивать наши средства противовоздушной обороны, фактически, скажем так, не позволили России господствовать в небе и наносить удары так, как бы им это хотелось. На сегодня они наносят удары только ракетами, которые запускают преимущественно, как известно, с акватории Каспийского моря. Цель их — уничтожение украинской инфраструктуры энергетической, промышленной, инфраструктуры, которая задействована в поставке жилищно-коммунальных услуг, в создании, скажем так, некомфортных, неблагоприятных условий, нанесение экономического ущерба, то есть война с гражданским населением. Почему это делает? Ответ на самом деле тоже простой, потому что ещё есть ракеты и могут их запускать. Вот поэтому. Потому что ничего другого придумать не могут. Скажите, что они на сегодняшний день могут сделать и какие победы они могут достичь, например, на поле боя? Они не могут ничего достичь. То есть воевать с украинской армией, посмотрите, как закончилась осень для вооружённых сил России в Украине. Потери правого берега Херсонской области и Херсона, потери Харьковской области. Бои сейчас уже идут в Луганской области. Бахмут взять не могут, ничего взять не могут, на юге переходят в оборону. Всё, предложить нечего. Поэтому появился какой-то так называемый гений полководческого дела Суровикин, который предложил, а давайте мы нанесём удары по электростанциям и таким образом словим сопротивление украинцам. Ну и что, ничего не получается. Но они всё равно будут дальше это делать. Они упрямые в этом плане, они упрямые в своей глупоте, в своих абсолютно безрассудных решениях, которые не приносят пользу. Но так как ничего другого придумать не могут, будут создавать видимость того, что они ведут войну, успешные действия, наносят удары, отчёты будут писать и так далее. Но это ни к чему не приводит. Александр, и хотелось бы, кстати, ещё поговорить о военном гении вооружённых сил Украины. Но на самом деле понятно, что сейчас оперативней, лучше, умнее даже действуют, более интеллектуально действуют вооружённые силы Украины. Но этого недостаточно, если не вспоминать о наиболее острых потребностях Украины, а это вооружение. Это системы ПВО и системы противоракетной обороны, бронетехника, гусеничная бронетехника, современные натовские танки, 155-мм артиллерия, реактивные системы, залпового огня и, в конце концов, даже те же боеприпасы. Но Европа не может не понимать, что, и признаёт это, что Украина это щит для всех европейских ценностей, западных ценностей. Но, соответственно, это означает, что нужна длительная и активная поддержка Украины. Как вы считаете, что именно нужно изменить в логистике и вообще в логике принятия решений по поставкам отдельных видов вооружения для Украины, чтобы решения принимались загодя, а не в спину, не вслед? Вы знаете, я думаю, что мы должны оставаться в той же парадигме, когда, ну вообще, как поставлялось Украине вооружение, да, была фраза о том, что Украине поставляется вооружение под конкретные миссии, да, то есть под миссии, которые выполняются. По деокупации территории, например, Харьковской области, по Херсону и так далее, в зависимости от характера боевых действий, направлений, где они ведутся, потребности формируются, соответственно, под выполнение этих миссий. И вот мне кажется, что если уже оставаться в этой парадигме, это вполне рационально и допустимо, то просто необходимо, скажем, придерживаться вот этих механизмов. Ну что я имею в виду? Вот давайте посмотрим. Например, сейчас, как мне кажется, очень удачный момент был бы для нанесения противнику серьёзных ударов и проведения контрнаступательных действий на южном направлении. Но при условии наличия танков, при условии наличия дополнительных артиллерийских систем, которые бы поставили наши западные партнёры, то и сейчас заметно, как российские войска переходят в защитные порядки, как они уже смирились с тем, что они атаковать там не будут, а готовятся к тому, что будут атаковать их. И, соответственно, мы видим, что ослабление российских войск там создаёт определённые перспективы. И тут важно что? Что если мы ставим целью такую миссию, а цель у нас — деоккупация Украины и выход на международно признанные границы, это всем известно, то, соответственно, под эту цель необходимо просто предоставлять помощь. И запрос Украины в этом плане есть. То есть сколько мы говорим о необходимости танков. Да, речь шла о леопардах, речь шла о абрамсах, леклерках французских. Но это вопрос уже техники. То есть это вопрос уже непосредственно наших специалистов и специалистов наших западных партнёров. Они бы выбрали непосредственно те машины, которые подходят, есть в наличии и так далее. Но важно политическое решение, предоставление этих систем и этого вооружения. И как только мы видим, наши партнёры идут нам навстречу, как это было в предыдущих случаях, когда мы получали артиллерию 155 мм, когда получили системы «Хаймарс», когда получили ракеты «Харм», то это срабатывает. То есть мы видим, что тот запрос, который формируется украинской стороной, и как только Запад на него реагирует, как только в формате «Рамштайн» рассмотрели, в форматах двухстороннего сотрудничества, так сразу мы получаем результат. Вот эта синергия, вот эта связка в этом вопросе очень важна. И, как мне кажется, сейчас самое важное для нас, конечно же, если мы говорим о сухопутной составляющей, это танки, это бронетехника, артиллерия. Это самое важное то, что поможет нам продолжать деоккупацию украинских территорий, потому что шансы развивать успех контрнаступлений украинских сил есть. Александр, еще один вопрос, который я вот в течение этого часа, мы говорили с одним из... Владиславом Селезневым, да, я вот не успела задать им этот вопрос, но я нашла информацию с первоисточником от Wall Street Journal, где, в частности, в этой статье говорится, что США тайно модифицировали реактивные системы залпового огня «Хаймарс», которые подставляют в Украину, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет по территории России. И дали маленькое уточнение. Такая мера предосторожности, по отменею администрации Байдена, была необходима, чтобы снизить риск эскалации конфликта с Российской Федерацией. По этому поводу уже высказался один из литовских политиков, очень радикально и очень даже резко, в сторону администрации Штатов, что не они должны диктовать Украине, что им надо, а все должны всячески сопутствовать тому, чтобы мы получали как можно быстрее необходимое нам оружие, потому что мы боремся не только за себя, а мы стоим на защите, в общем-то, европейского континента, в частности. Как вы думаете, с чем связана такая осторожность, как я уже повторюсь Владиславу Селезневу? Неужели не доказала украинская сторона и армия доверие и эффективность их работы на поле боя, чтобы далее искать вот такие подобные отговорки и делать вот такие вот подобные манипуляции с военной аппаратурой, техникой? Что касается на самом деле техникой и этой составляющей, это же последовательная позиция сейчас администрации президента Байдена. И мы знаем, что в США наши партнеры, в принципе, это не есть секретом. Они предостерегали Украину от нанесения ударов американским и западным, ну, американским в первую очередь вооружением по территории России. Этого никто не скрывал. Я думаю, что в этом случае они просто сделали дополнительные такие ограничения, то есть как предохранитель. Вопрос доверия, конечно же, в этом случае, как мне кажется, ну, скажем так, в этом случае, мое мнение, это было переусердствовано, как мне кажется, со стороны наших партнеров, поскольку были заверения и были гарантии от украинской стороны, что никто не будет наносить удары системами «Хайморс» по территории России. Помимо этого, у нас же ракет не было, слушайте, у нас же дальность выстрела 80 километров. Те ракеты «Джим-ЛРС», которые мы получаем. Если бы мы хотели получить какие-то ракеты, скажите, пожалуйста, каким образом мы бы получили ракеты «Атак МС» без ведома Соединённых Штатов? Это просто невозможно. Но это невозможно, поскольку в любом случае, даже если бы мы хотели купить такие ракеты у другого государства, без согласия Соединённых Штатов третья сторона нам бы их не продала. Вот и всё. Думать о том, что мы бы какими-то подпольными путями, где-то через контрабандные схемы попытались купить такие ракеты, это тоже исключено на самом деле. Это же не револьверы и не автоматы с патронами, которые можно там где-то кому-то перевозить. Совершенно другие вещи, о которых бы тоже стало известно. И, скажем так, сломить доверие наших партнёров, очень важных для нас, которые очень серьёзно нам помогают, несмотря на определённые вопросы, которые иногда возникают, но тем не менее. Основной наш партнёр. Мы бы тоже на это не пошли. Поэтому мне кажется, что это чересчур меры предосторожности. И, в принципе, знаете, как подули на холодное, потому что совершенно никаких предпосылок к этому не было. Но я скажу другое, что вопрос эскалации, например, и деэскалации, вот эта грань, где эти красные линии, у меня, например, вызывают вопросы. Потому что я до сих пор задаюсь вопросом, каким образом можно объяснить, что сбитая российская ракета американской системой НАСАМС — это не эскалация, а такая же сбитая ракета системой Патриот — это уже будет эскалация. Наверное, это всё-таки градации, известные только нашим партнёрам. И только они могут объяснить, где вот эта грань и где различия между, скажем, использованием того или иного вооружения. Александр, хотелось бы, кстати, продолжить эту тему. Перечислю просто несколько фактов. Вот дыма без огня не бывает, но тем не менее, если Wall Street Journal пишет, что было уменьшение дальности для Хаймарс, ну, возможно, так и происходит. А теперь ещё несколько фактов. Падает ракета, например, в Молдове — никакой реакции. Падает ракета на территории члена страны НАТО — Польша. Это не российская ракета, это украинская С-300, потому что это ПВО. Так получилось. Говорят потом нам, да? Хотя президент говорит, нет, это российская ракета. Президент Украины — Владимир Зеленский. НАТО потом говорит, да, но помогать и закрывать воздух мы не будем, потому что мы не хотим становиться третьей стороной. Про Токамск, о которых вы вспомнили, мы вообще сейчас уже не говорим. Для чего нужно тогда такое странное затягивание? Ну, вот понимаете, вот почему я акцентирую внимание и говорю, что сейчас, когда появляется действительно возможность нанести серьёзное поражение российским силам, которые есть в Украине, потому что такие перспективы есть. И для этого необходимы определённые виды вооружения. Я их уже перечислил, не буду повторяться. Какие? Атакам смогу добавить к этому. Это тоже то, что было бы необходимо, конечно же. И дополнительные системы Хаймарс. То, скажем, в этом вопросе промедлений, как мне кажется, быть не может, потому что это способ для нас, и это способ для всего мира, для Европы и для наших западных партнёров закончить эту войну, закончить победой Украины с привлечением российских военных преступников и российского военного политического руководства и России к ответственности за эту преступную войну. То есть это реальный действенный способ на сегодняшний день установить мир, победить Россию и выгнать её с территории Украины, её войска. Вот что на сегодняшний день, как мне кажется, важно. Но мы видим, что часто на повестке дня начинают всплывать какие-то вбросы информационные и со стороны России, и не только, которые говорят о том, что, может быть, необходимо сейчас вести какие-то переговоры, может быть, необходимо там перемирие и так далее. Но если бы в добровольном порядке российская армия была готова уйти с территории Украины, прекратить обстрелы и боевые действия, и потом начать переговоры после этого, возможно. Но они же этого делать не будут и не хотят. Они могут уйти только под силой. Они могут уйти только под давлением украинских вооружённых сил. И это понятно. Поэтому для этого необходимо вооружение. Но, как мы видим, очевидно, что есть какое-то промедление. Но я думаю, что, вы знаете, как практика предыдущих поставок, когда мы тоже видели определённые паузы, а потом получали всё необходимое, она вселяет надежду, что будет так же и в этом случае. Мы пройдём этот этап и будем в дальнейшем получать те системы вооружения, которые необходимы для того, чтобы защитить Украину и для того, чтобы деоккупировать нашу территорию. Александр, будем вас... Есть, да. Финально просто хотелось ваше мнение экспертное услышать по поводу того, насколько зима и холода и природные условия сейчас влияют. Потому что очень разные. До этого были предположения, как это может замедлить и в чью сторону. Как вы оцениваете, что зима сейчас делает на поле боя для обеих сторон? Вы знаете, всё зависит от направлений, которые есть. Если мы говорим о Востоке и о том, что там теряют возможности, потеряют всё-таки российские вооружённые силы продолжения наступательных действий, это и из-за погоды, и из-за действий украинских вооружённых сил. На юге ситуация такова, что Россия переходит в защите, и там свои нюансы присутствуют. Но в целом нельзя провести универсальную линию и сказать, что вся зима будет спокойная, будет там тихая, будет с заморозкой активных боевых действий и так далее. Нет. Всё будет зависеть от конкретных метеоусловий. Они разные достаточно бывают. Мы знаем, и колебания есть. И от того или иного направления. Но я не думаю, что Украина будет замораживать и украинские войска боевые действия. Я думаю, что они будут продолжаться зимой настолько, насколько это будет позволять погодные условия на тех или иных направлениях. Александр, говорим вам огромное спасибо за разъяснение, за этот анализ в эфире. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, только что был на связи со студией. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований,